Вчера отметили Рождество, а сегодня оказалось, что Санта-Клосс принес нам много снега и устроил вот такой рождественский сюрприз. Белое Рождество. Как не вспомнить эту песню? Let it snow. Открыли глаза, это вид из нашей спальни. И вот такая белая зима, пушистая и снежная. Вот и не знаем, радоваться или горевать. Вот такой вот слой нетронутого снега у нас на заднем дворике. Ну, красиво. Пока любуемся. Пока еще утро, еще горит уличный свет. Походила по дому, поснимала из всех окон. Ну, вот и соседка вывела свою собачку по имени Джез. А снег идет, а снег идет. Да, владельцам собак приходится выходить в любую погоду. Независимо от погоды, собаку надо вывезти прогулять. Хотя в этом, несомненно, есть положительный эффект. Выйдешь погулять с собакой и сам прогуляешься. И пришло время нам выходить. Вот мой первый выход на порог. Смотрите, сколько успела нанести снега за то время, когда мы собирались выходить. Снег накрыл толстым снежным одеялом все наши дорожки, ступеньки. Надо будет очень аккуратно там пробираться, прощупывать ногами, где же есть ступеньки. Где-то под этим снегом лужайка, где-то подъездная дорога к гаражу. Сейчас будем ее прощупывать. Муж взял лыжные палки и мы отправились в путь, как сталкеры. Отходим от дома, там еще у нас рождественское украшение. Ну, а мужу падать нельзя, поэтому он идет там первопроходцем. Видите, первые следы на нетронутой снежной целине. Вот они там ступеньки, все он нашел, все, путь готов. И идем на нашу прогулку. Это наша улица, вся заснеженная, только наши следы пока что здесь. Все еще, никто еще не рискнул выйти из дому, наверное, только собачники вышли с собачками на прогулку. А вот и солнце появилось. В нашем штате так. То дождь, то солнце, то тучи, то опять хорошо. Вот машина шерифа, он у нас живет по соседству, вся заснеженная. И вот такой вот retention fund, это там, где собирается вода, и ее используют в случае пожара. Или если много было дождей, то вода там скапливается, и это предотвращает от наводнения. Машины, оставленные вдоль улицы, все покрыты толстым снежным одеялом. Вот сколько снега успело выпасть. Еще до сих пор есть украшения к Рождеству. Их, наверное, сегодня будут убирать. Тропин Ария, это ближайшие магазины, возле нас несколько расположено. Здесь синтетический снеговик, хотя сегодня уже можно слепить настоящего. Это рождественские украшения. Их сегодня, наверное, уже будут убирать. Двигаемся по нашему нейбоходу. Вот видите, какая у нас гористая местность. И когда этот снег потает, это будет очень скользко, и, наверное, уже будет невозможно даже выйти прогуляться. Но я надеюсь, снег у нас всего на пару-тройку дней, не дольше. Бедные растения. Еще недавно здесь цвели розы, несмотря на то, что декабрь. А теперь это все покрыто снегом. Но ничего, они должны выжить. Видите, какие там горы? А за этой горой на самом деле магазин. Вот мы двигаемся. Это магазин Target. И там дальше Safeway, который в нашем районе называется Альбертсон. За это время успели пронаблюдать, как машины, когда съезжают с пригорка, начинают останавливаться, колеса перестают крутиться, а машина продолжает ехать. То есть время для огромного количества всяких эксидентов, столкновений и несчастных случаев. Да и пешеходам нужно быть осторожными. Будешь переходить улицу, а машина на тебя наедет. И не потому, что водитель такой невнимательный, а потому, что машина перестает слушаться в такую погоду. А у всех резина здесь, как правило, не подготовлена к зиме, так называемая летняя. А мужу надо ехать в понедельник к врачу, придется отменить. Потому что мы поняли, что добраться будет по нашим гористым дорогам совсем нелегко. И, наверное, не нужно рисковать. За этим холмом видны домики. Это там, где мы живем. Наш нейбоход, наш райончик. А это шоппинг-эрия, где Альберсон. И здесь птичка бедная, голодная, сидит и ждет, наверное. Думает ее кто-нибудь угостит. Очень красивая природа в штате Вашингтон. А когда покрыто все снегом, просто глаз не оторвать. Такая новогодняя сказка. Идем вдоль дороги и не так уж много машин. Праздник продолжается и хорошо. Погода не располагает, конечно, для поездок. А мы нашли красивые еловые лапы, покрытые снегом. И делаем смешные фотографии. На самом деле кажется, что не холодно. Хотя почти 5 градусов мороза. Но такой чудесный свежий воздух. Настроение рождественское, новогоднее. И прогуляться очень полезно после вчерашнего обильного ужина. Наслаждаемся морозной погодой, белым снегом. Веселимся, как дети. Снегом не насыпалось за шиворот. И продолжаем двигаться домой. Это мы обошли вокруг магазинной зоны. Это шоппинг-эрия. И входим в наш наибаход, в наш райончик. Кусты все зеленые, деревья зеленые. Еще вчера никто не подозревал, что сегодня выпадет такой снег. Настоящий зимний, новогодний. Снег у нас бывает нечасто. Может быть, один раз в несколько лет. И то на 2-3 дня. Надеюсь, все растения, все цветы, которые до сих пор цвели, все выживут. Переживут это снежное время. А елочки под снегом выглядят очень красиво. Мы подошли к дому. Вот эти деревья за нашим домом. У нас нет специальной лопаты. Взяла какую-то тяжеленную металлическую и попробовала вычистить дорожку. Так называемое воспитание с трудом. Но снег надо вычистить, потому что завтра он превратится в лед. А это очень опасно. Для нас точно. Решила запечатлеть это редкое явление. Снег у нас. И очень красиво. Вот это вот красивое пышное дерево. Это Red Wood Tree. Это красное дерево. Очень украшает наш задний дворик. А дальше вот за этими перилами просто лес. Лесополоса. Довольно густая. Там, кстати, могут быть и мишки, и волки, и койоты. Кто-то там воет по ночам. Это наша веранда на заднем дворике. Есть камин. Но сегодня мы его не будем включать. Все-таки холодно нам. И такая кормушка для калибри. Хамми Бёрдс. И сюда прилетают хамми Бёрдс. Калибри. Они еще никуда не улетели. Они здесь остались и зимуют с нами. Какие-то морозоустойчивые. Муж у нас ответственный за кормушку. Там всегда свежая еда для хамми Бёрдс, для калибри. Это сладкая водичка, которая заменяет нектар, которым они питаются в природе. Вот она, бедненькая, ест. Ну, приятного тебе аппетита. А вас я поздравляю с наступающими праздниками. Спасибо, что приходили в гости. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.